И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоурок посвящен командным контрактам, а именно заданиям и их прохождению. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, вы бы хотели видеть на протяжении всех контрактов видосы с быстрым, качественным, чётким прохождением этих заданок, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровые аккаутчики, что эти были лишние так, так типа. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего ивента, то у нас на сегодняшний момент времени появилась первая миссия, которая называется Звездочёт, часть 1. Ну вам нужно набрать 30 звёзд в любых матчмейкинговых катках. В моём понимании эти 30 матчмейкинговых звёзд зачисляют в себя и звёзды с заданий. Соответственно, если всё это дело подытожите, вы будете за каждый бой получать по 8 звёзд, вам нужно сыграть 3 боя плюс забрать заданки от Тюдо. То есть с недельных у вас нет возможности забрать никакие звёзды, поэтому у вас есть возможность забрать только от Тюдо с ежедневных дополнительные звёзды. Это если у вас есть премиум аккаунт. Если у вас премики нету, то боёв придётся сыграть значительно большее количество, но в любом случае всё это дело реально реализовать. Ну и это мы всё дело постараемся реализовать в рамках этого видеоролика. Заодно мы, кстати, можем сразу и проверить, работает ли эта тема или нет, потому что есть задание с подбором как раз-таки припаса. Ой, припаса, ну, собирание дропа. Так, ну и вот теперь, да, одна звезда у нас зачислилась. Значит, всё работает так, как я и думал. То есть с этих заданок дополнительные звёзды идут. То есть если у вас нету премки и вы будете выигрывать бои все абсолютно, то вы можете просто выполнять ежедневки. Да, плюс вы не забывайте, что энкор-миссии тоже дают звёзды. Соответственно, вы можете ускорить за счёт этого процесс. Ну а если у вас есть премка, то на всё про всё вам нужно сыграть 3 матчмейкинговые катки, чтобы выполнить. Да, то есть, грубо говоря, вы выполняете ежедневные заданки. Ну и вместе с этими ежедневными заданками выполняете все супермиссии. Поэтому долго разглагольствовать не будем, потому что и так видеоролик, скорее всего, затянется. Но хотелось бы пройти всё это дело вместе с вами. Ну и если вам подобного рода видос понравится, то на протяжении всех дней игровых, да, начиная с первого по десятый, я подобного рода видосы буду записывать и, ну, может быть, подсказывать, показывать, как, где лучше выполнить все эти заданки. Потому что я считаю, что на сегодняшний момент времени это, ну, довольно полезный ивент, в котором можно заформить ценные призы. Но у многих ребят нету, может быть, возможности времени много играть. И этот видеоролик как раз-таки поможет быстрее всё это дело реализовать за кратчайшие сроки. Потому что дальше там, например, будут заданки с подбором там и голдов, и там всяких там других миссий, да. И, возможно, нужны будут как раз-таки советы по режимам, по вооружениям, на каких вооружениях, на каких сетапчиках лучше всё это дело выполнять, где, в каких режимах. Поэтому я думаю, что этот видос может быть полезен и интересен. Поэтому, если это так, то в комментариях пишите, что вы бы хотели, чтобы я всё это дело продолжил. Ну, и поддерживайте видос активностью, лайками. Я, в принципе, из этого уже сразу же пойму, стоит мне это дело продолжать или нет. Так, что касаемо катки, у нас перекрёсток ТДМ. Перекрёсток ТДМ, в принципе, режим меня устраивает. Единственное, только мне ещё в плюс для более быстрого прохождения больше бы подходили бы карты, которые, ну, досрочно будут завершаться, да. Но тут, по ощущениям, досрочки не будет. По смоке у меня сейчас устройство стоит, которое критует за кристаллы. Это система высокоточного прицеливания, но, в моём понимании, для викинга лучшее устройство на смоку сейчас это штурмовые снаряды. Поэтому меняем их на штурмовые снаряды. Ну, и если вдруг тут противник оденет от нас резисты, мы можем спокойно переодеться. Всё-таки это не тест какого-то вооружения. Я просто лишь играю на том, что считаю нужным. Ну, и вижу, что нас начинают тоже нагибать. Там впротив, я так понимаю, какая-то пачка, которая тоже начинает на килоград. Но, возможно, интересный бой даже получится. На контентик. Может, мы что-то жёсткое здесь и сыграем. Но, что касаемо режимов, да, то советую вам пикать именно быстрый бой. Да, то есть, если вы хотите как можно скорее выполнить эту заданку, сейчас именно быстрый бой даёт вам право и возможность получения дополнительных звёзд. Да, если вы получаете дополнительные звёзды, то, соответственно, очевидно, вы всё это дело быстрее будете проходить. Так, и у меня уже овердрайв появляется. Поэтому можно попробовать его сразу же здесь реализовать. Ага, понял, реализовал неплохо. Викинг с подрывником играет. Я, если честно, этого не знал. Так, и у нас падает оверка на центре. В принципе, команда у нас не такая плохая. Как будто бы конкуренцию мы в рамках этого боя сделать сможем. Да, и постараемся что-то навязать. Какую-то борьбу интересную. Катаю здесь, конечно, ребяточки тоже такие интересненькие, неплохие. Но у нас вроде как тиммейты тоже что-то пытаются сделать, по крайней мере. Двигаются. Стараются играть на киллы. Тридцатку мы уже долбанули. Ну и пробуем накидывать дальше. Пробуем не останавливаться, потому что у меня уже 14 киллов сделано. Это, грубо говоря, половина киллов от нашей тимы. Поэтому смока в этом плане показывает себя супер круто. Даже против защитников. Которые сейчас, кстати, стали пользоваться большим спросом. И по защитнику никак я все видос не могу записать. Потому что как-то руки до этого не доходят. Но вообще, если честно, защитник на сегодняшний момент времени это, ну, довольно имбовая темка. Которая, видите, насколько жестко может контриться и работать. Так. 8,5 минут у нас до конца боя. Что касаемо этой карты, то у нас, ну, довольно мал шанс досрочки. Но единственное только досрочка в обратку. Да. Если нас сейчас тут быстро унесут. Потому что у нас тиммейты, я смотрю, меняются. И мы начинаем неплохо так уезжать. Но нас интересуют лишь только наши очки. Да. Так как, по сути, все зависит от того, какое место я займу. Если я занимаю первое место в проигравшей команде. Даже там топ-3 в проигравшей команде, пикая быстрый бой. То я зарабатываю свои как раз таки 8 звезд. Если у нас бой идет более 11 минут. А учитывая тот факт, что это большая карта, то шанс того, что этот бой продлится весь период времени большой. Да. Соответственно, у меня есть возможность все это дело по максимуму заработать. Но не хотелось бы просто, знаете, на отсосе жестком зарабатывать эти звезды. Хотелось бы все-таки еще это дело выиграть каким-то образом. Если бы я еще бы выиграл, было бы вообще замечательно. Был бы тогда бы дополнительный интересик у этой всей темочки. Так, 57 киллов уже у противника. 18 киллов у меня. Да, то есть 57 у противника, 40 у нас. Половинку мы набиваем свою замечательную, вкусненькую. Но у нас тут уже начинают на респах прям жестко противники находиться. И главное мне опять перед этим викингом в упоре овердрайв не прожать, чтобы не слиться. По сути могу даже отсюда с респа сжать оверку. Здесь пытаются меня подфантомить. Немножко не успел. Ну и хорошо, что я не успел. Потому что сразу бы крит бы прокнул бы от пульсара и я бы улетел на респаун. А так можно попробовать это дело прожать даже вот здесь вот на голде, может быть. Здесь на голде. Единственное, только тут противник раскручивается, пытается. Будет ли этот усейдер в меня вжиматься? Не будет он пока что жать. И хочется, как говорится, всосать прям жестко овердрайвену. Хочется ее более-менее хоть как-то эффективно прожать. Но противник здесь надушнили жесткой. Если честно двигается. У нас командочка особо ничего здесь не может сделать. Так, ну и по сути, наверное, уже с убойной позиции я должен здесь вжиматься. Просто закрывшись у себя на базе. И нет смысла здесь как-то открыто пикать. Надо вжимать так, чтобы у меня была возможность... Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть какой-то реализации овердрайва. Очевидно было, что этот как раз таки крусейдер будет вжиматься. Но свой килл дополнительный я забрал. Чуть еще по крусейдеру накидал. Да, понятное дело, что это не какая-то там супер реализация. Но, учитывая ситуацию на карте и то, как нас давят прям супер плотно. Наверное, это даже и неплохой вариант. Да, то, что я ее особо сильно долго не придержал, эту оверку. Ну и просто поражал так, как уже была возможность в рамках этого боя. Так, 80 киллов уже у противника. Досрочки, кстати, здесь может и не быть. Как-то они медленно, если честно, киллы бьют. Хотя, в таком режиме и на такой карте досрочку сделать можно. Викингарик вжимается. У нас там хопера, страйкер по респам уже катается вражеским. Но вот, что надо сделать в матчмейкинге, чтобы выиграть такую катку? Когда у тебя у тиммейтов 0.9, 2.5, 2.7. Да? При том, что это уже новые тиммейты. Я не знаю, что там были за тиммейты до этого. Но в любом случае, вы должны понимать, что когда у тебя тиммейты на отсосе жестком двигаются, то шансов у тебя на победу, ну, очевидно, супер мало. Супер мало в рамках такого боя. Так, эти два чудрика сразу на меня агрессируют. Так, и остается 65 киллов, либо 5 минут. 65 киллов, либо 5 минут. Но в теории может быть еще досрочка, такая минимальная досрочка, которая нас, кстати, устроит с точки зрения звезд. Да? Это будет досрочка за каких-нибудь минут 12. Мы сэкономим дополнительную минуту. Ну, и дальше уже отправимся в следующий бой. Учитывая тот факт, что я за 11 получу восьмерку звезд, то это будет, ну, довольно неплохой вариантик. Да? Плюс еще дополнительные звезды с ежедневных заданок. Да? То есть, есть шанс еще все это дело подзакрыть как можно скорее. Может быть, даже с досрочками предыдущих режимов мне удастся выполнить эти миссии. Тогда это будет вообще супер. То есть, тогда мы, может быть, даже быстрее, чем за полчасика управимся. И это будет очень и очень хороший результат. Но это пока только в мечтах моих. Потому что противник особо киллы не делает. 94 килла это мало. За 3 минуты до конца. Очевидно, что, скорее всего, здесь уже досрочки не будет в этом бою. У нас, кстати, уже 3 резиста от смоки. Но можно переодеться. Можно переодеться. Сейчас посмотрим даже, что можно тут одеть интересного. Вместо нашей смоки. Хотя, с другой стороны, не все противники поменяли рез. Да? И, скорее всего, если я поменяюсь, то они тоже переоденутся. Но здесь, например, вулкан бы очень хорошо подошел. Да? То есть, например, от вулкана здесь нет резиста. Да? И вулкан тот же самый, например, с пульсаром. Но даже если противник оденет резист от меня, я считаю, что это не особая проблема. Да? То есть, это не супер проблемная ситуация. Потому что ты с пульсара все равно будешь наносить колоссально большое количество урона. Плюс статус эффекты. И... Ну, по сути, наверное, это не помеха. Да? Ты тут так же само можешь... Все это дело реализовывать. Так, попробуем слить этого хантера. Второго вроде как резиста не было. Второго вроде как вкусненький для нас. Так, у меня есть овердайв на викинге. То есть, даже с такой мертвой кавки 28 килов своих против пачки я забрал. Ну, это очень неплохо, если честно. Так, вжимаемся. Чтобы долго не думая. Вожмемся. Под реализейшн по удишке. Набреваем двоих. Нормально пойдет. В принципе, тридцатку выбиваем. Пробуем еще поднакинуть по оперо-вулканчику. Здесь по викинга Рику резистному я особо много не накидаю. Ну, и остается 2 минуты до конца боя. Свои очки я, ну, целиком и полностью сполна, наверное, набил. Ну, даже учитывая тот факт, что у нас у тиммейтов особо очков нету, то, ну, я мог вообще даже не потеть. Да, то есть, ты вне зависимости от того, выигрываешь катку, либо проигрываешь, ты все равно за первую строчку, играя полный период времени, получаешь 8 звезд. Да. А у нас, если задача получить звезды, то как раз-таки я эту функцию целиком и полностью забираю, выполняю и получаю. Так, 25 килов противнику, минута 20. Теперь уже 100%. Понятно, что эта катка у нас досрочно не закончится. Ну, и после этого нам останется сыграть 2 боя, которые, к слову, уже, ну, наверное, могут быть с досрочками, либо полудосрочками. Да, то есть, чтобы я заработал, получается, 6 звезд в 2 боях. А, нет, в 2 боях по 6 мне не хватит тогда, да? Тогда будет 12, 18, 20. 20 будет от заданок там. Ну, тогда можно энкор-миссию какую-нибудь выполнить. Там есть энкорчики, которые тоже быстро выполняются. По идее, да, досрочки могут быть тоже выгодны, если вы работаете именно по времени. Вы можете в любом случае, кто заданки эти выполнил, уже после просмотра этого видеоролика, вы можете написать в комментариях, за сколько времени вам удалось, например, выполнить ту или иную миссию. Да, если мы продолжим все это дело, то вы просто в комментариях можете писать, например, там, а я выполнил там за 20 минут эти миссии, либо там, я выполнил за час миссии, да? То есть, у меня, например, не получилось выполнить так быстро. Ну, по сути, ваша главная задача – это быстрый бой. Ну, и дальше уже все зависит от того, куда вы попадете. Есть шанс же еще попасть в начатую катку, да? Если попадаете в начатую катку, то в теории у вас возможность есть еще быстрее все это дело пройти. Так, ну и что, отправляемся в следующий бой. По итогам первого боя у нас получилось заработать восьмерочку, я так понимаю, контентовую звезд, плюс отсюда мы можем забрать еще дополнительные звезды. Итого, после первого боя у нас уже набито 13 звезд, да? То есть, 5 заданочек, плюс еще дополнительная катка. Единственное, плохо в этой ситуации – это то, что у нас 100% нужно, чтобы выполнить все ежедневки, это сыграть 3 боя, да? Но если это будут быстрые бои, да, и это будут еще катки с досрочками, либо я буду в начатые бои попадать, то есть шанс вообще это быстрее еще все дело пройти, да? Поэтому в теории шансы на супербыстрые катки мы еще сохраняем. Но в джаггернаута меня запикивает, и как будто в джаггере досрочку сделать шансов у меня 0, да? Поэтому лучше уже в такой ситуации я просто возьму и перепикну катку. Не буду уже ее играть в надежде, что меня закинет сейчас в какой-нибудь интересный боечек. Я вот, кстати, после этого обновления, даже если честно, и не помню, насколько часто бросают в быстрый бой в начатые бои, да? Потому что, может быть, есть вероятность того, что шанс теперь попадания в новые бои стал значительно меньше. Так, ну попробуем джаггернаута забрать. Есть у меня сейчас такая опция, такая функция. Попробуем сейчас его подзабрать. Вроде как у нас там в катке нету никого супер жесткого. Так, только джаггера у нас забирают тиммейт наш. Еще есть, походу, с приваренной башней забирают тиммейт. Надо было чуть-чуть пораньше реагировать на всю эту ситуацию. Так, ну и надеемся на то, что у меня сейчас тиммейты будут давать плотненького контента, чтобы мы могли эту каточку, ну, хотя бы постараться выиграть досрочно, да? Хотя бы постараться выиграть досрочно. Тогда это будет очень и очень неплохо. Так, изида есть у джаггернаута. Плохо. Очень плохо, что есть изида у джаггера. Учитывая, ух ты, тот факт, что у нас вот такой вот крип на джаггере, то, может быть, как бы и досрочка будет в обратку просто. Может быть, обратная досрочка произойти в этом бою? Мне джаггера не насыпают? Нет. Джаггера мне не насыпают, к сожалению. Чтобы я мог как-то хотя бы повлиять на исход этого матча. Так, ну и наша задача тогда будет просто постараться по-быстрому сначала сыграть на очки. Да, дальше уже в зависимости от ситуации, будет ли наша команда агрессировать, играть по джаггерам. Будет ли у нас шансы по уносу джаггернаута. Тогда уже будем от этого отталкиваться. В любом случае, с викинга смоки. ОД-шку я свою раскрутить на килл смогу, да? На одного джаггера. Вопрос лишь только в том, как будут играть наши тиммейты, да? И что будут делать наши тиммейты? Будут ли они играть под саппортинг? Не будут они играть под саппортинг? Сейчас, кстати, наш джаггер супер рисково опасно играет. Но за счет этой опасной игры у нас есть возможность наноски очень хорошего урона по вражескому джаггернауту. Заставляем его вжаться. Теперь быстро разберем еще и зидку. Отлично. Урончик работает. Миночка еще работает. Пробуем накидать еще дополнительный урон. Не вижу я респа, кстати. То и зиды. Пока я не вижу респа. Пробую подпушить. Пробую покидать. Пол хп где-то по ощущениям у джаггернаута улетела. За этот период времени так. Но и при этом еще и выпушивают нашего джаггера. И его отправляют на респаун. Поэтому, в принципе, эта катка может быть досрочно завершена в обратную сторону. Да, в обратную сторону может быть досрочка у нас. С другой стороны, в принципе, даже досрочка в обратку меня устраивает. По сути, меня, наверное, даже должна устраивать любая досрочка. Да, учитывая тот факт, что мне достаточно сыграть, например, двух боев полных и один досрочный бой, либо два полудосрочных боя. И там уже с заданочек просто все это дело добрать. Да, поэтому в теории мне может этого хватить. Так, джаггернаут у нас респится вражеский. Плюс сливается наш джаггернаут. И, кстати, есть шанс... А нет, наш джаггернаут уже вышел в бой. Я хотел сказать, что есть шанс, что я джаггера заберу. Так, у меня есть тёверка. Как будто я могу попробовать её просто вжать. Позиция, конечно, была такая себе для прожатия. Ещё учитывая тот факт, что у нас изида за спиной у джаггера. Ну ладно, немножко поторопился. Можно чуть было по сейвове всё-таки её разыграть. Но тогда пришлось бы потратить значительно больше времени на реализацию этого овердрайва. А там уже фиг его знает. Насколько долго бы я бы выдерживал бы всё это дело. Учитывая ещё, что там изида лечит. Может быть и не было бы там такого прям супер шанса под слитие джаггера. Так, какой-то лаксерва у нас происходит непонятный. Не нравится мне это, если честно. Додосик какой-то. Додос? Или у меня отвалился интернет? Или это додос? Странно. При том, что так жёстко всё это дело отпало. Так, поставлю видос на паузу, проверю. Так, с интернетом я проверил, у меня всё в порядке. Это что-то у нас с боём случилось. Либо задодосило нашу замечательную игру. И я попал под супер тайминг. Ну, либо же просто какие-то баги, лаги в этой ситуации у нас произошли. В принципе, лаги это часть игры. Но меня не грузит от слова совсем. Да. Что-то какая-то прям непонятная ситуёвина произошла. Ещё и сбои дополнительного серва. И по ощущениям наш видеоролик превращается уже в додосинг. Какой-то додосинг. Да. Но я хочу подснять весь процесс выполнения этого задания. Если меня сейчас выкинет сбои, то это будет, конечно, максимально неприятно. Это будет немножечко не то, что я хотел бы увидеть в плане выполнения заданок. Но ладно. Я ставлю, наверное, видос на паузу. И как только меня закинет в бой, мы продолжим. Нормальная темочка. По итогу я просто обновляюсь и меня выкидывает с боя. Да. Это очень достойно. Это очень круто, когда ты выполняешь подобного рода задания. Тебя просто выкидывает с катки. То есть я, по сути, сейчас потерял порядка где-то 10, наверное, минуток. Да. Просто зря. Потому что я мог выполнить еще одну заданочку. Да. Сыграть еще один боечек. И приблизить себя к полностью выполненной заданке в целом. Но по итогу все, что я смог сделать в этой ситуации, это вылететь с боя и запикаться в новый бой. Да. Поэтому немножечко грустно. Тоскливо. Но, ладно. Имеем то, что имеем. Запикиваемся в еще одну новую катку. Да. Не знаю, в чем прикол. Может быть, из-за того, что я утром все это дело записываю, меня закидывает чисто в новые неначатые катки. Может быть, в этом есть какая-то связь. Но закидывает меня на Соликамск. Смотрю, что там у нас против тоже есть группа помощников, которые играют. Да. Ну, в принципе, да. Помощники должны же играть в игру, правильно? Поэтому играют, ребяточки, на уже минерчиках вкусненьких. Поэтому здесь тоже может быть такая супер тяжелая долгая карта. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Попробуем сейчас ворвать. Под доставочку, скорее всего, здесь будет такая прям супер пассивная кемперская игра от оппонента. Не думаю я, что они будут тут как-то играть под доставки. Учитывая то, что там уже вон Титан стоит. Титан, наверное, с минером, да? Или с чем он там? Ну, да, Титан с минером. Арес с минером! Титан с минером! Арес с минером! Понялся я, короче. ТТП будет просто стоять в дефе на своей базе и будут миниться по-жёсткому. Ну, а против двух... Если против одного минера практически невозможно ничего сделать, то против двух минеров, как говорится, я могу всё, что делать, это только играть в ТДМ и пытаться играть на свою прибыль, да? Потому что шансов на доставку, ну, в моём понимании, там нету от слова совсем. Мы, конечно, сейчас попробуем, порыпаемся, но по ощущениям это, конечно, максимально гиблое дело. И шансов что-либо сделать против такой темы нету. Здесь нужно, наверное, больше сказать спасибо Ореху, да? То, что у нас есть возможность на диверсанте 50 мин сохранять, да? 50 мин, 50 ромашек. То есть вы в сумме можете сохранить до 450 мин на своей карте, да? 450 мин это, ну, наверное, если вот так просто в ряд ромашки ставить, то это будет пол Соликамска, да? Вот пол этой карты, на которой я играю. Что уж там говорить о заминировании просто, в принципе, своей базы, чтобы противника не было возможности доставки. Ну, либо же, либо же, либо же просто сослаться на тот факт, что там их два этих мин, да? То есть это не 900 мин, это 1800 несгораемых мин, при том, что эти челы могут ещё и не сливаться, да? То есть они в теории могут за это время поставить ещё большее количество мин. То есть в любом случае, если Орех, ты меня слышишь, что это дичь, которая должна 100% нерфиться. Прям 100% должна нерфиться. И, ну, я не знаю, как будто с диверсантом, ну, 15 мин максимум должно стоять. 15 ромашек, и то даже 10 было бы нормально, но никак не 50. Сейчас проверим заодно, как тут поставлены мины. Ну, тут, кстати, особо не заминировались. Тут в теории был шанс даже у меня доставить. Они как-то слабо минятся. Как-то слабо ребятки ставят мины, но это ещё начало только боя, в теории. Хотя, с другой стороны, 4 минуты прошло уже, за 4 минуты можно было столько наклепать миночек. Может быть, помощники игры особо не разбираются, как нужно реализовывать эти... Эти... Как раз-таки... Устройства на корпуса. В теории я такой шанс тоже оставляю. Так, ну, у нас по очкам 190, до конца боя 8 минут. Да, вот этот вот, конечно, додосинг нас немножечко подскамил, можно так сказать. Потому что, всё-таки, я надеялся на то, что у меня всё это займёт значительно меньший период времени. И мне удастся побыстрее всё это дело пройти и показать вам то, что там, например, условно за полчаса можно выполнить все эти заданки. Но, по итогу, я играю только лишь второй бой. Из-за вот этого жёсткого скамчика. Хотя, там у нас в катке оставалось тоже где-то минут, наверное, 5, уже 7. Сколько там было, я не заметил. Но, в любом случае, это бы сэкономило нам... Ну, хороший такой отрезок времени. Который я бы мог бы, по итогу, уже бы реализовать в плюс. И это была бы, например, уже была 100-ая катка. Да? Это был бы последний, третий бой. И я бы уже всё это дело заканчивал. Но у нас противник, кстати, дефлит просто стоит. Да? И как будто бы... Вот сейчас, если наши тиммейты немножечко... Немножечко поднажмут газка. То даже с тем количеством мин, которые есть у противника, у нас будет возможность доставки. А с другой стороны... Почему я просто не возьму мамонта? Я же могу просто взять мамонта и попробовать поиграть нам в жёсткую врывалову. Под аудишку. Подраздать плотного контента. И сыграть под доставку. Как будто это то, что я и должен здесь делать в рамках такого боя. Единственное, только по пушке вопрос у меня. Какую тут пушку лучше взять? На мамонт у меня есть контент. Теслу. Давайте Теслу. Давайте попробуем Теслочку. Нашу вкусную, любимую. Возьму с лавкачом. И возьму ещё эту Теслу под пульсарчик. Чтобы просто затушить супер плотного контента. Ну и постараться выиграть эту катку для своей команды. Ну и для себя в том числе. Для получения стопроцентных восьми звёзд. При том, что у нас остаётся до конца боя шесть минут. Чё-то у нас до сих пор в нуле. Ну а мне для того, чтобы доставить в таком бою, надо всего лишь накопить один овердрайв. Накапливаю оверку. Ну и дальше просто пытаюсь её по-жёсткому, по-вкусненькому реализовать под доставочку. Так, шесть минут до конца. Овердрайв на мамонте стал, конечно, накапливаться значительно дольше. Но я бы не сказал, что это прям супер большая проблема. Учитывая тот факт, что у меня есть драйвер. В принципе. И так нормально. И так можно реализовывать это дело. Так, единственное, только мне надо играть всё время близко с мячом. Так, чтобы ни в коем случае здесь у противника не было шанса под доставку. Если мы хотим выиграть этот боёк, то нам надо близко играть с мячиком. И тогда уже вылетать под контентик, под реализацию. Пускаем такой шарик на ход ножки вперёд. Здесь у нас есть возможность раскурки за счёт двух шариков спереди. Чуть-чуть под накидона тоже можно сделать. Здесь противник у нас уже минится дальше. Но минёры, наверное, особо сильно... Ничего мне не могут сделать. Наверное, даже не то, что особо сильно. Ничего не могут мне сделать, если я прожимаю овердрайв в более-менее адекватной позиции. Где я не встречаю большого количества урона. Да, просто встречаю мины. Но в такой ситуации я, по идее, должен прям легко ставить. Прям легко ставить. Так, два шарика на раскурик. 90% овердрайва у меня уже есть. Пробуем добить ещё одного оппонента. Здесь бомбочка от него залетает. Не успеваю спрятаться под стенку. Вот две... Ой, четыре с половиной минуты остаётся до конца. Ну и у меня уже 98% овердрайва есть. Кстати, я мог бы, наверное, здесь ещё и поменять резист от противника. Потому что резист... Ну, мне бы помог, наверное, выжить чуть больше в тайминг. Здесь у нас Теслы, Скорпионы. Здесь ещё интересного есть. Чего мне стоит взять? Страйкер. От Костички взять резист от Страйкера. Магнум у меня не стоит. У меня вообще нет резиста здесь от противника, по сути. Да, то есть от Скорпа у меня только стоит резист. Шарелла залетает под раскурик. Так, пытается здесь аресик ворвать вражеский. Но как будто шансов у него здесь нет, от слова совсем. Также и у нас, по сути, нету здесь особо шанса на отъездку. Вот так, надо куда-то мячик вообще заряжать уже. О, найс. Не надо никуда было заряжать. Можно было двигаться дальше самому. Единственное, только мне подаву накидывают, да? Сейчас подавой. У меня уже... Ой-ой-ой, ой-ой, как будто шансов не так много. Ладно. Пойдём быстро переоденемся. Здесь я, как всегда, нашёл место, где упасть в минус. Так, там был у нас, значит, Скорп, Тесла и Страйкер, который Кустя мне накидывал. Возьмём резист на всякий случай. Так, и две с половиной минуты до конца. Я всё ещё хочу выиграть эту катку. И всё ещё надеюсь, что у нас это получится сделать. Так, реализация овердрайва, кстати, только что была. Отлично. Отличный купол под меня. Так, ну и есть тайминг под доставку. Летим. Летим, 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 летим. Прожимаем аптечку. Пытаемся ворвать, пытаемся ворвать, пытаемся ворвать. Отлично. И врываем. Шикарно. Вот вам, как говорится, и ваша реализация титанов, куполов, минёров. Чем она контрится? Очень быстро и очень просто контрится овердрайвом Мамонта с лавкачом. И мы эту доставку очень легко реализуем. При том, что у нас против играет ещё пачка. Ну и теперь всё, что мне остаётся в рамках этого боя, это сделать контентовый турбосушинг. Турбосушечка должна залететь от нас суперплотная. Две минуты дефа. Две минуты просто взбодрика противника и контроля меча. Должно приводить нас к как раз-таки победному бою. Ну либо же сейчас есть ещё возможность хитрости жёсткой. Сейчас попробуем её воспользоваться. Нет, к сожалению, не получается у меня этого дела реализовать. Там рельса какая-то интересная. Чем там рельса играет? Крупный калибр или дестабилизейшн. Или может быть дальность. Не знаю, что там за рельса, но урона мне залетело в пачку довольно большое количество. У нас остаётся одна минутка. Одна минутка до конца. Попробуем сейчас всё это дело уже добить. Костичка там пытается по широкой грязовать. Наш тиммейт уже его должен навстречку давать сразу. Нитро единственное такое у меня в кдшке. Костя думает, что он здесь проедет. Но максимум, куда он проедет, это только на свой респ. Так, 50 секунд до конца. 75% овердрайва. Ну и тут уже 100% мне надо на турбосушечку падать. На турбосушечку мы просто падаем. Особо сильно не двигаемся никуда. Нас особо это уже не должно волновать и интересовать. Ну и даже, наверное, в моменте я могу просто вот такую темку сделать. Пока у нас мяч полетит. Пока он приземлится, по идее, там остаётся где-то секунд 10. На такой карте уже доставить шансов у оппонентов нету от слова совсем. Единственное, только я могу попробовать сейчас устреть, подворвать ещё под одну доставку. Не знаю, хватит мне времени. Вопрос хороший. Серьёзно, не хватит мне времени. Секунд 5 где-то мне. 3, может быть, не хватило. Да, секунды 3 где-то мне не хватило, чтобы здесь оформить доставку. Но в любом случае это победа. В любом случае это 8 звёзд. И всё, что нам остаётся, это сыграть ещё один бой. Ещё один бой в реализацию сделать. И у нас целиком и полностью будут выполнены первые командные контракты. Я вот забыл посмотреть, сколько там сейчас. У нас уже звёздочек. Ну, по идее, мне хватает даже где-то 6. 6 мне хватает, поезд. То есть, просто досрочка здесь. Ещё одна вкусненькая. И было бы уже хорошо. О, кстати, меня закидывает опять против них. Закидывает опять против этих минёров. Единственное, только плохо, что здесь, скорее всего, досрочки не будет. В теории, я бы мог бы даже, наверное, перепикнуть катку. С другой стороны, здесь может быть досрочка в обратку. Если у нас здесь команды особо сильной не будет. А они уже, я так смотрю, на лёгких корпусах. Плюс они должны быть на такой агрессии. Ну, мне так кажется, наверное. Наверное, что они должны немножечко быть такие злые. И, может быть, они сейчас как раз-таки досрочку в нашу пользу закрутят быструю. Да? Что нас в целом устраивает целиком и полностью. Чтобы я завершил эти задания побыстрее. Так, мяч у нас появляется слева. Пробуем играть под него. Но будем делать вид, что нам очень надо быстро. Сейчас ещё разочек потянуть их. Ну, в любом случае, меня досрочка и в обратку должна здесь устраивать. Ну, если команда у нас на борьбу будет давать, в принципе, можно и досрочку ещё одну долбануть. Ну, как досрочку? Не досрочку, а на победочку долбануть. Да? Без досрочки. Тогда у нас будет, правда, три целых боя. Костя летит под доставку. Пусть здесь законтрим. Ага! Здесь у нас Костя суперпоздает. Пас даёт. Так, ну тогда реально шанс на досрочку. Реально шанс на досрочку. У меня, с учётом быстрого боя, ну здесь, наверное, четвёрочка точно залетит? Четвёрочка точно должна залетать. Четвёрочка меня устраивает. Поэтому посмотрим. Пострелять пришли Dream Team. Возмущаются у нас тиммейты. Ну, в принципе, это, наверное, дефолт матчмейкинга. Когда у тебя такая тимма против пачка. Плюс-минус оно так, наверное, и должно происходить. Так, 95% овердрайва у меня. Не хочется отдавать овердрайв противнику. Зачем отдавать его? Если можно себе его аккуратненько, вкусненько подзабрать. Так, только вот единственное. У нас противник влетает уже под вторую доставку. Там бомбы. Ну, это вторая доставка 100% железобетон. А, нет, не жалею за бетон. Оказывается, они как-то вот так все быстро слились. Хотя я думал, что здесь и вторая доставочка произойдёт. Ну, не кидай только мяч в киллзону, пожалуйста. Делайте этого. Знаю, как играют такие игроки. Всегда мячи в киллзону начинают сбрасывать, когда в этом нет никакого смысла от слова совсем. Так, пробуем просто под реализацию долбануть. Не успел я немножко вжаться. К сожалению. Так, ну и... Нормально, сагрили мы немножко помощников. Немножко сагрили их после того боя, когда они на минерах стояли и думали, что сейчас каточку лёгенько выиграют. Теперь они уже играют под доставки, под агрессию. Чтобы, как говорится, не сливать второй бой подряд. Ну и нас это устраивает более чем. Более чем, если они досрочку сделают. Ну, мы, конечно, бороться продолжим. В любом случае. В любом случае, борьбу мне надо показывать. Стараться выигрывать. Вообще, я мог бы здесь, наверное, сейчас уже переодеться. С мамонта на какое-нибудь ТДМ вооружение. Попробовать покидать чисто урон. Сколько у нас от смоки? Один рез от смоки у меня есть в бою. Как будто бы я бы мог сейчас что-нибудь подраздать. Такое контентовое. Под именно накидку на урон. Но, с другой стороны, от меня могут и рез взять. Хотя там двадцатки. Ладно, тогда можно взять. Давайте я возьму мою старую любимую викинга смоку. С которой мы и начали, по сути, этот видеоролик. Да? Возьмём викинга смоки. И возьмём гиперион. Меня тут всё должно устраивать. Поэтому берём такую котлетку. При том, что там даже, кстати, минер-то один остался. Да? Один-то минер переоделся. Но и минят они, по сути, только лишь свою базу, свой рез. Реза вжимается. Но что-то как-то по килламу рельсы особо не пошло. Опа, миночки сгорели. Не понял, как так? Так, мины у него сгорели. Так, три у вас по фреза, да? У нас, получается, у противника играет. Три или четыре у вас по фризика. Коппер наш пытается здесь тоже законтрить всё это дело. Но тиммейты продолжают бороться. Это радует. Это радует, что тиммейты продолжают борьбу. Я даже немножечко удивлён. От того, что у нас тиммейты продолжают бороться. И пытаются ещё зацепиться как-то за эту катку. Но наша задача здесь играть как раз-таки на киллы. На дамажик. На уничтожение оппонента. Очень много вас пиков. Сколько там? Три или четыре вас по у противника. Тиммейты пытаются борьбу показывать. Это радует. Честно, я думал, что тут вообще будет просто салат в одну калитку быстрый. А у нас тиммейты ещё поборятся. Ещё поборятся. Это дорогого стоит. Ещё бы Хантер об овердрайву прожал бы сейчас под эту бомбочку вражескую. И был бы шанс вообще. Может быть даже досрочку сделать. Может быть даже бы и досрулю бы. Ой, досрочку будет. Доставочку. Срочку. И досрочку. Досрочка, кстати, тут уже и не пахнет по ощущениям. Эти два мяча что они доставили. Это будет... Может быть даже и всё. Потому что наши тиммейты начали борьбу жёсткую показывать. Такой жёсткой борьбой. У противника уже нету шансов под доставку сыграть. Тут уже у нас тиммейты заряженные. Заряженные под киллы, под нагибчик. Под контентик. Так, шесть минут остаётся до конца. Шесть минут до конца. Пытаемся ворвать. Под этого титана. Титан. Ну медленно, но верно едет, конечно, под доставку. С одной стороны. С одной стороны-то он газует под доставочку эту вкусненькую. С другой стороны. Шансов у него доставить мало. Да, ну и нужно, кстати, учитывать тот факт, что я особо не подбирал бои. Да, под выполнение этих миссий. Пытался пикать именно быстрый бой. Что по времени, наверное, сыграло больше в минус, чем в плюс. Ну и... Хотя всё равно, с другой стороны, у меня бы... Всё равно была бы возможность быстро закончить всё это дело. Плюс-минус за три боя, там, минут 35-40 мне бы понадобилось. Если бы я... Правильно. Если бы я не вылетел бы с боя, благодаря нашей любимой игре. И какому-то багу-лагу, либо додосу. Не знаю, что это было. Но я специально проверил сразу свою скорость, свой интернет. И у меня всё было в порядке. Да, соответственно, это было связано непосредственно с серверами нашей замечательной игры. Так, косточка падает на низ. Пробуем ещё поднакинуть. Дамажечку. Пять минут до конца. 300 очков у меня. Второе место. Покатка, если у нас без досрочки, то меня устраивает. Да, моё место? Да, меня должно устраивать. В принципе, наверное, здесь даже 6 звёзд уже устроят. Так, пробуем вжаться. Под реализацию под киллы. Отлично. Троих респи. Четверых респи. Три киллочка. Или сколько? Три киллочка вроде, да? Делаем с овердрайва. Хорошее количество киллов. Пойдёт. Вполне себе неплохо. Вполне себе неплохо. Но немножко я переоценил шансы. Немножко я переоценил шансы помощников. Думал, что помощники всё-таки здесь досрочку сделают. Думал, что они сумеют мне ускорить процесс. Но командочка у нас ещё попалась такая хорошенькая. Борьбу показывает. Это радует, что матчмейкинг не сдаётся против пачек. А продолжает борьбу. И продолжает стараться выигрывать. Каточку. Да, в любом случае. Даже там 0-3. Там ещё не 0-3. Но тиммейты пытаются играть. Пытаются доставлять. Хоть и шансов крайне мало. Но это радует. Но они хотя бы не сдаются. Я, честно говоря, думал, что на сегодняшний момент времени в матчмейкинге быстро сдаются такие команды. И просто вбивают катку в ноль. Но, оказывается, всё ещё у нас в игре есть конкурентно способные игроки, которые пытаются бороться. Но, с другой стороны, может быть, это просто дефолтные ТДМщики, которые, в свою очередь, понимают, что им выгодно сыграть полный период времени боя, чтобы получить как раз-таки... Сколько? Ну, получается, получить 8 звёзд с премкой, либо 4 без премки. Да, может быть и такое, конечно. Байм, здесь можно было аптечку прожать и попробовать ещё под доставочку сыграть. Ну, ладно. Немножечко не доиграл момент. Не доиграли немножко. Так. Попытка ворвать от противника. Пусть я тут полетит сейчас. Диктатор летит. Пытаемся накидывать по диктатору. Бомбочка. Мражеская залетает. Вот у вас ПА. 98% овердрайва у меня. Ну и моя ТДМка, кстати, очень неплохо окупается. Мой TDM Gaming сработал на вкусные 29 киллов. И это ещё не конец боя. У меня ещё есть минимум один ООД под реализацию. Так. И сейчас мы, кстати, его можем очень неплохо жарить здесь. Костичка пытается именно под меня сыграть. Ладно. У нас ПА, конечно, я упустил. Из виду. Можно было не давать возможности здесь противнику. Так. Ну и мяч у нас здесь появляется. Появляется мячик. Смотрю просто за Константином. Как он пытается всё накинуть по мёру. Пытается всё поднакидать этот дамажинг в мою сторону. Так. Ну и всё. Минута 20 до конца. Досрочки у нас не будет. Досрочки у нас не будет. Соответственно, кому это обращается? Паразит, ты знаешь, что делать. Как игры пишут. Так. Ну мы ужимаемся. В тоё время. Ужималову делаем. Три киллочка очередных под овердрайв реализуем. Питана можно было бы набрить. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успеваю набривалову сделать. Ну и всё. 40 секунд. 34 кила. Шикарнейший результат. Единственное, только нам пришлось потратить значительно больше период времени для выполнения этих заданок. И не успел я уложиться в свои 30 минут, которые я хотел уложиться. Да. Но вы сами можете там уже посчитать. В комментариях написать. За сколько бы я бы выполнил бы тогда бы эти три заданки. Если бы меня не выкинуло бы с того боя первого. Ой, со второго. Со второго боя. Если бы не выкинуло бы. За сколько бы я бы всё это дело бы закончил. Ну, наверное, где-то минут 10 бы я бы точно сэкономил. Ну и плюс все эти бои ещё были у нас без досрочных боёв. Да, но в любом случае за три матчмейкинговые катки мы проходим все наши задания. Это с премиум аккаунтом. Если без премки, то я бы получил бы по 4 звезды. Это было бы 12. Плюс с заданий забрал бы так же самое 9. Да, у меня всё уже. Миссия пройдена. Миссия пройдена. Я её забираю. Да. Да, и у меня было бы тут 9. Да, получается. И здесь я бы ещё бы мог бы за один бой. То есть 4 боя бы мне надо было бы сыграть. За 4 боя я бы выполнил бы, получается. Там 9 плюс 12, 21. Здесь у нас 7. И ещё один бой. То есть 4 боя без премки вам нужно сыграть, если вы выполняете все заданки. То есть по сути, но особо сильно даже это дело отличаться не будет. И вы также сможете всё это дело пройти. Если вам понравился данный видос, и вы хотите ежедневные видеоролики с прохождениями этих самых замечательных контрактов, то проявляйте максимальную активность на данный видеоролик. Здесь у нас, кстати, на сайте ничего не поменялось. После того, как я забрал заданку, статистики тоже никакой нету. Поэтому, может быть, ещё как всегда ничего не доработано у нас. Но, если вам понравилось, вы хотите продолжения, пишите в комментариях по этому поводу, пишите также, за сколько вы прошли эти заданки. Ну и поддержите видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!